перед нами четыре цвета белила титановая охра светлая красный камин и черный айвори black эти четыре цвета могут сформировать своего рода квадрат цветовой из которых мы можем в принципе написать любые по уровню сложности вещи как портреты фигуры так и натюрморты и пейзажи но для сегодняшнего задания я выбрал эти четыре цвета и постараюсь показать вам как смешивать эти цвета между собой для того чтобы написать портрет дело в том что чем менее чем больше ограничена палитра тем лучше скажем так для начинающего художника и из этих четырех цветов мы сегодня по примеру систему рембрандта сможем формировать как кремовые цвета такие мягко оранжевые цвета или розовые цвета коричневые или оливковые в каком-то мере или теплые или холодные и правильно смешиваете цвета между собой мы в принципе можем создать неограниченное количество нюансов и тонов для того чтобы написать портрет и не только портрет когда перед художником стоит задача написать портрет маслом он должен решить для себя какими цветами он сможет воспользоваться при создании цвета и тона кожи на этот вопрос у каждой школы то ли голландской или итальянская немецкая российская школа есть и рецепты и свои методики по колористике что с чем можно смешивать но я рекомендую чтобы она была как можно ограниченной и исходя из этого рекомендую палитру рембрандта где используется белило титановое охра светлая красный кадмиум и черный но до того как мы начнем смешивать эти цвета между собой рекомендую взять немного красного кадмиум и отдельно смешать с небольшим количеством черным для того чтобы получить небольшой такой темный оттенок который напоминает нам терроросу или английскую красную то есть мы не начинаем сразу сбилил а вот начинаем с того что создаем себе вот небольшой такой колер отдельный который будет применяться в процессе когда мы будем приспать к к рисунку на холсте и этот цвет будет один из основных который будет использоваться не на конструктивном рисунке у него вот есть такой оттенок оранжевого кстати этот же оттенок использовался рембрандтом для импрематуры рембрандт не писал на белых алса и вот когда у нас есть этот оттенок мы можем его вот отнести вот в этот край и уже сюда нести белилу хотя беру белилу и немножко охры смешивая их и получаю один такой оттенок не чистый охры но немножко с кирпичного такого оттенка и которым мы сделаю немного раньше можно кстати внести немножко больше рекомендую это делать не кисточкой а мастифином и хорошо смешать его когда нас этот оттенок соза мы отделяем от него одну порцию и в нем добавляем еще одну порцию белилу и на несколько тонов мы ее высветляем эта колонка цветового цветовых тонов будет использована для первого плана на лбу портрета поскольку он находится ближе к свету и из этой же категории можно опять отделить еще одну часть и опять добавлять белилу это для таких светлых 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 отдельно и красный кадниум можно также добавить немножко этого же цвета терророса этот цвет у нас идет для второй зоны центральной где у нас нос ухо и щечки тут есть и унция черного но мы его сейчас не увидим уже тут получается 4 пигмента но это все должен быть не очень сильно вот первый он не должен быть с белилой а вот уже вторая часть этого цвета которую мы отделяем от нее поскольку она нам нужно ее высветлить в нее мы добавляем белилу и высветляем на один порядок и она уже кремовая становится ли оранжевый такой я стараюсь это объяснять на этом этапе потому что многие в процессе написания картин на они не готовят для себя подготовить на такие коллеры перед портретом а пишет прямо копирую как будто с моделью и растягивает по времени этот процесс в принципе эта техника тоже может работать но я рекомендую изначально приготовить себе вот такую палитру 100 100 коллерами тонами а потом уже в процессе некоторые этапы некоторые цвета и нюансы между собой смешивать мы создаем 12 тонов это достаточно но их можно десятками еще увеличить теперь и отделяем часть из этого тона и смешиваем на порядок он получается еще светлее то есть это экватор для нас портрете середина там где ухо нос щечки он может быть таким розоватым красненьким оранжевым кремовым кремового цвета опять же зависимости от того что мы пишем женщину мужчину какие там оттенки цвета кожи но вот для классики я думаю это вполне достойно и можно даже взять одну часть еще светлее вот такую кремовую так теперь нам понадобится еще один оттенок создать для того чтобы мы его создали мы сначала отдельно создадим вот такой оттенок черного с белилой смешаем серый нам нужен оттенок и этот серый оттенок будет выноситься в следующий цвет который мы будем создавать а именно мы сейчас возьмем одну порцию вот этого цвета так кстати нам нужен более темный оттенок серого и смешиваем сейчас это серый более темный с этим оттенком который мы создали немножко раньше и он у нас получается такой холодненький я бы добавил сюда немножко больше красного так и немножко вот это терророса соответственно мы как будто добавили сейчас черный с красным и поскольку мы смешали его с серым то есть мы взяли черный черный красный и терророса уже смешан между собой с серым и у нас получается вот такой оттенок я бы даже еще добавил серого холодный он тоже уходит в коричневатый но вот этот оттенок мы будем использовать для того чтобы написать нижний план портрета там где у нас подбородок на шею тоже а теперь от этого цвета мы отдаляем часть и смешиваем уже с таким серым более светлым высветляем его опять таки же этот же цвет можно еще на один порядок высветлить еще больше вот мы получаем такой светлый оттенок и вот тоже можно еще больше высветлить но уже через белила тогда получится вот такой кремовый цвет у мы его считаем холодным данном случае вот то что нужно подготовить до того как вы начинаете портрет не растягиваю удовольствие в процессе написания портрета это еще не финал в принципе помимо вот этих 12 и 16 цветов которые тут у нас на палитре вы можете смешивать между собой эти цвета еще и создавая новые оттенки уже зависимости от того насколько источник света близко к модели насколько контраст большой или при тушен и приглушенный цвет но в принципе эта палитра она довольно достаточно для того чтобы написать грамотный портрет в стиле как рембрандта ну но наш портрет будет аллопримный поэтому вот эти колеры для начала вполне достаточно в стиле как рембрандта 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 в стиле как рембрандта